Мы едем и... Топи-топи-топи-топи-топи-топи Оооо, супер близко к стене было, я аж испугался Всем привет, друзья! С вами Дима ВанПоинт, и мы продолжаем играть в игру Пик Энгл! Итак, ребята, мне хочется вам сказать то, что эта игра сейчас продаётся по скидке в целых 27% в стиме, поэтому, ребята, те, кто не хотят много денег тратить на её, то можете просто сейчас переходить по ссылке в описании и покупать эту игру и также вместе со мной кататься. Итак, в общем, я немножко раскошерился и купил себе DLC для неё, и вы посмотрите, что я взял. Это наш любимый ловец столбов, чейзер, чайничек. Ну что же, будем сегодня катать на нём. Тут он называется MRK2 1995 года, но мы сами знаем, что это чайник Mark II. И что же, я его уже немножко прокачал, он у нас находится, точнее не находится, а у него 734 лошадиные силы. И в общем, вот такие вот тюнячки у него установлены. Движок третьего уровня у нас, надо бы, конечно, четвёртого, потому что мне, честно говоря, не хватает мощности. Подвеска, вот вы сейчас видите, что на него установлено, не так много всего я на него поставил. Ну, в общем-то, ему тюнячки особо не нужны, потому что это одна из тех машин, которая может и сама нормально так ездить. В общем, по стайлингу особо не стал ничего, как видите. Я делаю на него вешать. Во-первых, передний бампер на него нельзя повесить. Меня это немножко огорчило. В общем, только в таком кузове можно кататься, и никакой другой стоять на него нельзя. Это, конечно, не такое, но ладно. С другой стороны, мне кажется, ловец столбов так и должен выглядеть без бампера. Бампер уже всё, на каком-то другом столбе остался. Небольшой спойлер сзади поставил. И, в общем-то, перекрасил машину в белый цвет и покрасил в чёрные катки. И мне кажется, то, что, ну, вот так вот и должен выглядеть Марк. Вот в белом цвете, с чёрными катками, всё вот так и должно быть. По тюнингу, ребят, не стал сильно заморачиваться. Повысил чуть-чуть давление в шинах, чтобы машина, ну, чтобы колёса прокручивались более лучше. Поставил среднюю резину. Развесовка вот такая. Трансмиссию поставил пока что так, предаточное число, точнее, поменял. Потому что изначально как бы предаточное число довольно-таки нормальное. Но потом мне как-то показалось, что вот так, как я сейчас поменял, получше ездит автомобиль. Разгончик побыстрее набирается у него. Жёсткость, всё остальное, вообще ничего не трогал. Немножко углы колёс поменял, поставил более-больше развал, чтобы на передних колёсах, чтобы машина держалась в рифте лучше. Но особо это, конечно, не помогает. Вот прижимная сила, вот тут нужно немножко с ней что-то сделать. Давайте я в этот раз на спойлер чутка уведу и посмотрим, что будет. Ну и, естественно, заблокирован дифференциал. В общем, практически всё в стойке. Чуть-чуть совсем поменял настройки. И сейчас, ребята, это будет просто настоящий эксклюзив. Я впервые на ней поеду в гонки. До этого я катался просто в тренировке. И как-то, ну, вроде бы хорошо едет. Но, честно говоря, наш пиццемобиль мне куда больше нравился. Так, ну что. Регион Япония. Дрифт-парк, дрифт-ринг есть у нас. Я, честно говоря, не знаю, что выбрать. Машина шустрая. Нужно что-нибудь... Ну, такие повороты, чтобы подлиннее были у нас. Ну, давайте дрифт-ринг сходим, посмотрим, что там есть у нас интересного. И покатаемся на нашем новоиспечённом чайнике. Ну, как новоиспечённом? Новокупленном, наверное, так получается. И, ребята, обязательно ставьте лайки. И в следующей серии мы покатаемся тогда на Жигулях. Потому что, да, оказалось то, что здесь есть копейка, пятёрка. И даже Волга есть. Волжанка 21-я. Вообще супер. Так. Притираемся сюда. Набираем очки, набираем очки. Чё-то как-то плохо у меня очки пока что набираются. О-о-о-о-о, тормози-тормози. Блин, слишком сильно замедлился вторая передача. Надо не терять дрифт, надо не терять. Давай, давай, чайничек. По кругу, что ли, кататься постоянно? Слушайте, если я так буду по кругу кататься, это немножко будет нечестно по отношению к другим. Бонус уже Х8. Нет-нет-нет, не сбрасывайся, чёрт! Ё-моё. Так, хорошо, ладно. Копим дальше. Ну, вы сами видите, чайник уже намного лучше, чем GT86. Она у нас вроде бы ехала, но... Блин, задел всё-таки забор, чёрт! Так, хорошо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Блин, я, наверное, слишком сильно сделал давление в шинах, слишком большое. Слушайте, этот раз уже посложнее, чем тот дрифт-парк, в котором мы катались. И тут уже надо как-то лучше машиной управлять, потому что можно вылететь очень легко. Так, третья передача. Давай. Ну, давай, блин, на четвёртый он как-то не тянет. Надо мне всё-таки передаточные числа немножко поменять. Да давай, давай, чайник. Блин, небольшую углы беру. Вот главное вот тут вот не влететь, потому что здесь прям стрёмно. Ну, хочется притереться к стеночке просто максимально. Но я боюсь, я не могу себе это позволить, потому что у меня складывается огромное ощущение, что я сейчас просто стену поймаю, поэтому едем осторожненько на третьей передаче. Ладно, давайте скорость побольше сделаем. Четвёртая передача. И чё-то... И чё-то как-то... Блин! Надо всё-таки передаточные числа менять, ребят. Надо менять передаточные числа. Чё-то чайник как-то не особо хорошо валит. Ну, точнее, как? Валит-то он хорошо, но на третьей передаче. На четвёртой он просто тухнет. Мне либо нужно прокачивать чё-то по внутренностям у него, либо я даже не знаю. Хотя, да, мне кажется, если по внутренностям прокачать, то там движок, например, следующего уровня поставить, это будет уже поинтереснее всё. Давай, чайник, давай, 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 давай! Блин, вот я опять немножко, немножко отпустил газ, и он сразу момент потерял. Прямо сразу. Давай, давай, блин. Вот тут многие повороты приходится на третьей передаче проходить, потому что она у меня более моментная. Блин, боюсь я к этой стене притираться. Очень боюсь. Так, X15. Блин, неужели на этой трассе у меня будет максимум X15? Я не верю в это. Давай, четвёртая передача, перекладочка. Ну, давай, чайник! О, люди там разворачиваются. Блин, да что ж такое, а? Выпрямляется, выпрямляется постоянно четвёртая передача, если я чуть-чуть газ отпускаю. Ну, а с другой стороны мне нужна, вот, например, для этой трассы нормальная скорость, чтобы я повороты мог на скорости проходить. Блин, на пять. Да что ж такое? Так, в стену мы не врежемся. Нет, нет, нет! Фу, блин, чуть стену не поймал. Третья передача, давай, не теряем, не теряем скорость, не теряем момент. Так, ну, пока что я бы не сказал, что я намного впереди всех, потому что чё-то как-то я сегодня не так хорошо езжу, как в предыдущей серии. Мне кажется, чайничек нужно нам подстроить получше. Давай, давай, давай! Кстати, у нас получается белый красивый чай, как бы это странно ни звучало. Блин, да не теряй ты момент, да что ж такое? Х6, Х17, Х... Х19! Это пока рекорд на этой трассе, блин, а я на ней... Я на ней очень давно не катался. Я на ней катался последний раз год назад. Поэтому я примерно помню траекторию, по которой я постоянно езжу, и по ней вот сейчас еду, потому что это моя любимая траектория. Эээ, да что ж ты? Вот, блин, выпрямляется на четвертой передаче. Надо менять передаточные числа, так как я уже сказал. Так, 36 секунд у нас остается. Давай, чайник, да что с тобой? Дрифтуй, 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 дрифтуй. И, блин, все это на небольшой скорости делаю, и, наверное, некоторым покажется, ну что это такое, на такой скорости дрифтить? Но по-другому никак, по-другому никак. Я еще пока к нему не привык, и я боюсь на большой скорости что-то показывать, потому что это, ну, стены можно отловить вообще легко. Отловишь стены, все, это... Дрифту конец, конец. О, еще два столба поймали, икс-31, отлично. В общем, на третьей передаче он довольно хорошо ездит. 40 тысяч в итоге мы на дрифтере, и для этой трассы я бы не сказал, что это очень много. Можно, по идее, получше. Так, комбо, понятно. А на каком я месте? Первое место выиграно, отлично. Ну что же, давайте проедемся на какой-нибудь другой трассе, мне кажется, на нем испытаем, как он будет, например, более узких поворотов у нас заходить, посмотрим. Так, да, в общем, не так далеко я шел от того, кто на втором месте. Ну что же, давайте гонки. А, кстати, передаточные числа немножко поменяю сейчас. Тюнинг, развесовка, трансмиссия. Давайте чуть-чуть совсем вот так вот поставим. Я думаю, так мне хватит, потому что четвертая передача задыхаться начинает очень быстро. Так, быстрое соревнование, конечно же, дрифт парк. Давайте дрифт ринг. Посмотрим, что там такое интересное. Хотя, блин, это не узкий конфиг будет. Европа тут у нас, индустриал парк, кантри роуд. Ну давайте... Блин, нет, что-то не хочу. А что, есть еще Америка. Мал... О, Маларея, отлично. Давайте здесь покатаемся. Я недавно тут смотрел видос, как парень на копейке ездил в этой Маларея. Поэтому, мне кажется, сейчас на Чейзере это будет круто, потому что, ну, там... Тут здесь, по крайней мере, на этой трассе, есть такие повороты, довольно узкие. И на большой барже тяжко будет в них ходить. В общем, посмотрим. Так, четвертая передача в деле. А, вон, там люди тоже на Чайниках. Хорошо. Я не один такой, меня это радует. Не один. Мой, как там, марко... Маркообразный, в общем. Блин, я что-то как-то это... Лажаю сильно, по-моему. Точнее, не лажаю, а... Вот к этим прекрасным палкам не еду близко. Да что ж такое, не выпрямляйся, а? Теперь на третьей передаче... На третьей передаче нам не хватает разгона? На четвертых хватает, но она все равно на узких поворотах задыхается сильно. Нет, только не влезти в стену. Фу, блин, боже мой. Давай, Марк, давай, 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 давай. Ой, блин, не по траектории все это у нас происходит. Сходит, и меня еще и закрутило. Отлично. О-о-о-о! Е-е-е, бублики, супер, да, шикарно. Всегда, всегда мечтал. Блин, ну меня сейчас быстро тут огонят. Что-то мне... Мне с этой трассой, походу, не везет. Давай, ставься. Марк не хочет ставиться боком. Это что-то интересное вообще. Чайничек наш. Я верю в тебя. Ребята, у него будет кодовое название чайничек. Сюда поедем. Блин, а прикольная трасса, мне нравится. Только тут бонус особо не пособираешь, потому что они расположены, по крайней мере, для меня не очень удобно. Нормально, я объехал просто эти палки. Давай, четвертая передача. Есть, 16. Не очень быстрый дрифт у нас получается, но... Тем не менее, как есть. Давай, ставься третью передачу. Давай, давай. Больше бонусов хочу. Больше бонусов. Морковка, едь. Едь, морковка. Блин, как я тебя уже только не называл. Главное, чтобы тебе хоть какое-нибудь имя понравилось. И ты нормально... Блин, выпрямился. Да что ж такое? Давай, 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 Марк. Давай, чайничек мой. Белый, белый чайничек. Ох ты. Давай, 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 давай. В общем, блин, в этом Марке дури просто дофига, но с моей настройкой он не едет. Я великий настраиватель автомобилей. Хотя, вроде бы... Вроде бы мы на первом месте, но это такое на первом месте, на самом деле. Давай, давай. Только не разворачивайся. Во, 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 во. Вот, отлично, 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 отлично. Ребята, в общем, те, кто играет в пикэнгл и... Опять же, я повторяюсь с предыдущей серии. Играют в пикэнгл и разбираются, как настраивать правильно автомобили. Пожалуйста, настройте, пожалуйста, машину так, как я сейчас. И расскажите мне, какие мои траблы. Я бы хоть это, чтобы понимал, что как настраивать, блин, на вторую передачу. Переключился, заговорился я с вами. В общем, работа над ошибками, так сказать. Расскажите мне, что я сделал неправильно, что настроил неправильно. Потому что я знаю то, что морковка здесь одна из лучших тачек в дрифте. И прямо она должна показывать хорошие результаты. Но что-то как-то у меня она вообще в моих руках не особо едет. Я еще мудряюсь вон очки сбрасывать. Давай, давай, тащи, тащи, тащи. Первое место пока мы держим, но это такое. Первое место спустя рукава. Большой угол. Воу, 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 Марк. Вот этот ты угол взял. Блин, все в дыму. Будем подстраиваться под этого парня с ником Кишка. Давай, Кишка. Мне главное не выйти из тебя. Не выйти из твоего дрифта. Иначе будет это странно. Потому что у него не Кишка. Вы, короче, поняли, да, шутку, надеюсь? Надеюсь, поняли шутку. Блин, да давай. Х12 уже. Еее. Блин, дрифт просто двух марков. Практически парный дрифт сейчас получается. И вот так вот по красоте мы сейчас взяли все бонусы. Вот сюда он поехал. И я что-то за ним и как-то чутка выпрямился. Третья передача. Давай, давай. Бонусы, бонусы собираем. Третья передача рулит. Так, тут надо было жопой, да, задеть их. Ай, ладно. Придется без задевания ехать. Нет, только стенку не задень. А, нет, выпрямился. Да что ж такое? Нет, все, все хорошо. Все хорошо. Я рано испугался. Я думал, что я сейчас выплюсь в другую сторону. Кстати, в итоге я поехал в обратную. То я ездил по кругу, а теперь немножко в обратку мы едем. И топит, 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 топит. А, супер близко к стене было. Я аж испугался и развернулся. Итак, финиш. Опять я 40 тысяч очков набрал. Я не знаю, это карма какая-то. Вечно набирает 40 тысяч очков. Ну что, Х28 у нас был максимальный множитель. Это не очень круто. И 125 км в час максимальная скорость во время дрифта была первое место. Ну что же, блин, я просто врываюсь в эту игру и не понимаю сам, каким образом выигрываю. Посмотрите, 20 тысяч просто. На 20 тысяч от нас осталось второе место. Блин, охренеть. Просто охренеть, друзья. У меня нет слов. В общем, я думаю, на этом серии можно уже заканчивать. В следующей серии я возьму что-нибудь из русского автопрома. Тоже попробую настроить. Надеюсь, с русским автопромом у меня получится лучше. Хотя это вряд ли, потому что я больше люблю японские автомобили. В общем, ребят, на этом у меня все. С вами был Дима OnePoint. Если вам понравилось это видео, не забывайте тыкнуть лайк. Вам не сложно. А мне будет приятно. А также подписываться на канал, если еще этого не сделали. Ну и я напоминаю то, что там на эту игру скидочка. Вы можете купить и, может быть, пересечетесь со мной. И мы по дрифте вместе. В парном дрифте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok